Лучшее в стране Замечательная Даша Лиман, вокалистка коллектива Дашенька. Большой привет! Всем привет! Привет! Ну что, ты как, Даша? Мы тебя рады. Я супер. Видели тебя на нашем празднике 15 августа. Супер праздник. Была ты с Вадимом, сейчас с Вадима нет. Вадим должен подбежать, я думаю, надеюсь на это. У него там какое-то ЧП-обстоятельство, так что бежит. Ну да, на празднике у вас была. Вадим Зайдин, руководитель Just Dance Office. Дождемся его. Дашенька пока попьет кофе и расскажет, как же прошло это лето, Даш. Вот для тебя. Хорошо прошло лето. Мало было жарких дней мне. А тебе? Да, мне было жарко в эти жаркие дни, но их было мало. К сожалению, я не успела нормально покупаться в речке. И куда-то съездить. Съездить об этом я даже не думала, потому что я работала. Слушай, ну давай вернемся тогда к профессиональной деятельности. Завтра ты говоришь, закрывайте сезон. Что это означает? Это какая-то особенная будет программа? Что такого вкусненького, принципиально новенького? Завтра увидят, услышат. У нас всегда все вкусненькое. Ну да, это так, это так. И принципиально новенькое. У нас всегда концерты, как к закрытию сезона, всегда хорошо проходят. Что-нибудь новое мы обязательно сыграем. Просто всех очень-очень ждем, будет весело. Как всегда, у нас всегда все позитивно и весело. Вот мы вчера фотосессию устроили, так что скоро новые афиши, скоро новая красота, новые костюмы. Новый сезон. Новый сезон, новая работа, много новой работы. Подожди, получается, что у вас готова новая программа? Если новая фотосессия, новая афиша, да? Наша лаунжевая программа, она живет. Мы ее уже потихонечку начали включать. То есть мы разбавляем там, то есть не лаунжевыми песнями нашу программу. А в целом, короче, приходите и увидите все сами. Начало 8 часов, друзья. Да, мы еще сегодня споем. Обязательно споем. Дождемся, Вадима и споем. Насташа завлечет своим чарующим голосом, вот так правильно сказать, чтобы завтра все тем более пришли на концерт. Мы будем тебя сегодня немножечко мучить. Хорошо. Правда, я чуть-чуть приболела, но я готова мучиться ради вас. Вот что касается голоса, у тебя ведь есть, скорее всего, какие-то профессиональные приемчики, да, хитрости. Как же его всегда держать в тонусе. А интересно еще, когда певиц заболевает, какие-то особенные здесь рекомендации можно давать? Тут мне недавно спросили, что делать, если ты вот заболелась, скоро, вот сейчас, там, завтра уже концерт вечером. Да, замены нет. Замены нет, да. Тут я не знаю, можно говорить про коньячок. Но что делать? Коньячок без шашлычка. Да, ну чуть-чуть можно, чуть-чуть рюмочку, чтобы разогреть. Да, чтобы разогреть, не там, чтобы там напиваться для кайфа. А когда, в смысле, перед концертом или до... Перед выступлением. А, прям перед... Ну там не повредит, это никак не даст тебе, может быть, немножечко ты повеселеешь. Слушай, ну хорошо, а еще какие-то вот до этого советы, это молчать лучше, на эфиры не ходить, не петь. Ну лучше, конечно, если все так серьезно, конечно, лучше помолчать. В принципе, когда все серьезно, лучше помолчать. Молчание золото. Друзья, Минздрав, соцразвитие и страна ФМ предупреждают, что чуть-чуть, чуть-чуть, только для связок. Именно перед концертом. Много нельзя. Да, не до, не до и после. Если все прям очень плохо. А так, стандартные какие-то методы дышать над картошкой, все вот это вот лечиться, пить яйца, хотя я это просто... Горло полоскать. Горло полоскать обязательно, но это все работает, как всегда. Это была рубрика «Здоровье» в эфире «Страна ФМ». Сейчас у нас маленькая пауза, после которой мы вернемся. Оставайтесь в нашей компании. Ханна, целоваться. Целуемся. Целоваться нам рекомендуют. Хорошо, давайте давайте целоваться. Давайте. Даже полезно. Друзья, пока мы слушали песню про поцелуи в исполнении Ханны, в эфирной студии телерадиоканала «Страна ФМ» появился еще один гость. Худрук джаз-дэнс-окестра Вадим Задин. Здравствуйте. Наконец-то я появился. Попорол в мошковские пробки, да. И Вадим, и Даша у нас в полном составе. Отлично. В полном составе. Теперь да, мы рады. Оркестры из двух человек. Мы анонсировали, что завтра концерт, закрытие сезона. Вадим, как для руководителя, что это значит? Какая ноша непосильная? Поделись с нами, мы разделим. Я думаю, что непосильная ноша, это связано с отдыхом. Наконец-то отдых заканчивается. Начинаются трудовые будни. Закрытием сезона. Закрытие сезона такое, да. Закрытие сезона отдыха. Хотя не хотелось бы. Я имею в виду погоду. Ну понятно. Значит, смотри, вы играете такие летние бесты. Правильно? Что это будет? Что завтра в 16 тоннах в 8 вечера мы услышим и увидим? Ну, нас обычно... Концепт какой-то так. Концепт такой, что нас знают по каверам. Таким. Но кавера это очень... Практически к нам не относятся. Потому что все большинство джазовых оркестров, вообще, биг-бендов, классические оркестры, можно так сказать, что все они играют не свои произведения, а кавера. Но они играют... Ну, пересмысляют их. Ну, минимально так. Кто как. Кто может это играть, ведь тоже каверяск. Зависит тот руководитель, да. Если он считает, что надо ближе к оригиналу, значит, ближе к оригиналу. Кто там хочет привнести что-то, тогда, да, меняется. Но мы решили, что надо что-то привнести, и не что-то, а что-то значительное. И вот из знакомых популярных песен мы сделали, ну, что-то отдаленное от этого. Популярных песен. Популярных. Все они всеизвестны. Популярных. Прононсируй, какие песенки, может быть, которые удивят нас. Даша, ты же знакомый с репешкой. Что там? Вадим, не помню. Вадим только в музыке. Руководителю, да, подскажи, да. Что завтра он сыграет. Хьюман, да, но Хьюман как бы, Рэккенбол. Такие вот. Ну, то есть они не совсем свежие, но еще и не старые. То есть такие, которые хитами были. Ну, собственно, как всегда мы, в принципе, и выбираем. Нетленочки такие, да. Нетленочки, да. Которые уже прошли проверку. Вадим, ты человек пишущий. Лето как прошло? Что писалось? Что сочинилось? Ой, вы знаете, в основном все было посвящено студии. Все писалось, все задумки воплощались на студии. Но еще у Вадима не один же проект, поэтому он несколькими проектами занимается. Ну, да, но там. Ну, да, но нет. Приходится, да, приходится. И там, и здесь, и много чего делать. Это основная информация, завтра в 20.00, концерт 16 тонн, то все знаем. Даша, у нас к тебе задание. Нам надо, чтобы ты сегодня в течение эфира подняла наш разговорный левел с романом. Что это значит? Лев-лоб. Да, ты подготовишь нам какие-то скороговорки, может быть, какие-то вокальные упражнения. Мы видели, как ты поешь де спасито, это просто невероятный текст. Вот ты помнишь какую-нибудь строчку? Вот скажи ее, проговори. Я могу открыть и посмотреть. А, ты смотришь? Вот там просто Даша, я озвучу, выговаривала все так четенько, и мы с Романом просто позавидовали. А Луис Фонси у нас в интернете смотрит. Думали, мы его завидовать, мы хотим также научиться и практиковаться. И в том, что я же в Казахстане долгое время жила, попробуйте что-нибудь на казахском, выговаривайте, после казахского все что угодно. Так что у нас сегодня будет упражнение. Мы сейчас передохнем, учители подготовятся, и у нас будет много интересного. Будет и упражнения будут у нас, и песни живые. С камнями во рту будут. Да, и планы о концерте еще раз напомним. Друзья, ну пока рекламная пауза у нас. Друзья, завтра в 16 тоннах будет офигенно. Офигенно! Восемь вечера там выступает джаз-дэнс-оркестра. Приходите. Да, и мы удостойны такой чести, мастер-класса от таких музыкантов. Вадим даже может пару, наверное, уроков трубы. Мне бы, кстати, было бы интересно, пару моментов каких-нибудь основных. Всего лишь пару. Парочку. Даша была интересна, пару моментов на барабанах, и вот она стала брать уроки на барабанах. Слушайте, ведь это происходило в какой-то квартире, да, ты там стучала, сидела? В своей квартире. В своей квартире, да. Ну, соседи с тобой здороваться через сколько начали после этого? Они уже привыкли, они уже привыкли. Они уже ко всему привыкли. К фортепиано, и к скрипке, и к вокалу. Бедные седые люди. Да, ладно, мы тоже хотим. Давай, да, что нам нужно делать? Ну, смотрите, я считаю, изначально, я считаю, что ни у кого, нет такого человека, у которого не было бы вокальных данных, потому что все мы разговариваем на какой-то, все мы разговариваем на какой-то нотке или еще на чем-то, поэтому важно максимально раскрепоститься и поверить в то, что вы запоете. Даже если вы считаете, что вам медведь на уху прям... На ухо, слушай, на ухо, может, и наступил, но не на горло уже, правильно? Да, ладно, мы что-то уже готовы позвать. Ну что, вы готовы попеть песню? Да спаси-то, строчечку из песни выговорить попробовать. Хорошо, давай, давай, давай. А у вас текст есть, вы открыли специально? Нет, для себя, для себя, что же для меня. Ну что ж, попробуем, я немножечко опять-таки прибаливаю, но я пропою сначала. Так, тут восемь абзацев, ты нам скажи какое. Ну, начало, давай. Ну что, попробуем? Просто проговорим. Извините, пожалуйста, ведущие ушли просто. Немножечко проговорим. Русские народные попивочки какие-нибудь там, ничего нет? Они сами хотели жестяка. Анимация начинается, понятно. Ну хорошо, давайте. Си, 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 си. Это еще и урок испанского. Да, сабецкие. Я, 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 урадо, онрадо, мирандоте. Мирандоте. Вот я. Я техо. Си, давай, Ром, ну что ты меня... Поддерживай, Рома. Си, сабецкие. Я, я, урадо, онрадо, мирандоте. Урадо, мирандоте. Да, отлично. Урадо, мирандоте. Как говорит мой муж, немножко нужно быть придурочным, как будто бы, чтобы у тебя получил 100 произношений. А, смотри, я, 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 как еще раз это, да? Тогда получается... Сабес, вот это вот. Сабеске, я, ево, онрадо, мирандоте. Сабеске, я, ево, онрадо, мирандоте. Давайте на этом закончим. Да, в целом можно просто... У меня испарина просто уже пошла, да. В целом, конечно, лучше начинать с русских, своих родных скороковорок. Чтобы понять, ну, вот, можешь ты петь, не можешь, что? Есть какой-то тест, например, у вас? Ну, конечно, это же, даже маленький ребеночек, да, приходит, там, и на ритм его проверяют, и на слух, и на все, и на все. Также и взрослых людей, которые приходят заниматься вокалом, также проверяешь. А какое упражнение для голоса можно... Чтобы что? Ну, чтобы что, Ром? Ну, чтобы он резонировал правильно. Чтобы резонировал правильно. Очень много упражнений, и все они на разное. Чтобы просто попадать в ноты, можно по интервалам петь и так далее. Там... Там по Сету Риксу. Кто меня слушает сейчас, вокалисты, не вокалисты, есть замечательный чувак, который зовут Сет Рикс. У него целый диск есть, и сейчас уже все, наверное, доступно так. Раньше у меня диск был с распевками, попевками, он все это делает очень круто. Вот занимаемся конкретно над какой-то задачей. Но изначально, когда только приходят ученики, то я занимаюсь постановкой дыхания и опорой. Самое важное, что есть. То есть люди отжимаются и что-то поют. Конечно, да, обязательно, только так. Друзья, если хотите научиться петь, Даши Лимон пишите в Инстаграме Директ. Да, пишите. Обязательно у меня есть группа, где я выкладываю там моих учеников, так что... Слушай, а вы приходите. Тенго кью байлар канты га хой, да? Тенго ке байлар канты га хой, ой. Все. Миранда Тэ. Ну, все, что знал, сказал, друзья. Нормально. Мы сделаем сейчас маленькую паузу, во время которой необходимо нам отдохнуть от этого, а то, знаете ли, мышцы устали. Устали смеяться. Ну, а потом вернемся. Вы не забывайте, что завтра в 16 тоннах будет большой концерт. Джаз-дэнс Окестр играет летний концерт. Не пропускаем. Да, друзья, будьте со стороны. Лучшее в стране. Мы продолжаем, друзья. Да, Вадим Задин, Даша Лимон в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Сегодня здесь, завтра в 16 тоннах зажигают. В 20.00. Летний вечер. Приходите, Джаз-дэнс Окестр вас удивит. И у нас сейчас живое исполнение специально для аудитории, для наших слушателей, зрителей Страны ФМ. Что мы сейчас услышим? Ну, эту песню мы еще не исполняли у вас в гостях. Песня очень классная, она мне очень нравится. Я думаю, Вадиму она тоже очень нравится, потому что он ее выбрал. Конечно, конечно. И фильм очень классный, из которого эта песня, она же, насколько я помню, она из фильма. Из фильма? Да. Все вы знаете, из какого? Да. Там у него название из цифр. Ага. Агент. Ага. 007. То есть и композиция называется? Tomorrow Never Die. Я думала, tomorrow, и уже хотел прононсировать завтрашний концепт. Tomorrow. В принципе, все сходится. Итак, мы готовы. И мы готовы, да? И мы готовы. Ну все, друзья, полетели. Будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Solo Субтитры сделал DimaTorzok 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 хватает, чтобы разогнаться. И под конец я уже распелась, и концерт уже пошел внутрь. Ты же сейчас села, спокойно спела, вообще без всякой подготовки, и это такая уже практика, да? Ну, это уже просто профессионализм. Друзья, мы профессионально можем тоже кое-что делать, например, объявлять паузу в Уфе. Вернемся скоро. Лучшее в стране. Мы продолжаем, дорогие друзья. И у нас, помимо того, что мы объявляем завтра крутой концерт, будет 20.00 в клубе Штанстон джаз-данс оркестра покажет класс. Но у нас проходит и мастер-класс сегодня. Нам с Романом преподают уроки вокального мастерства. И перкуссии, да. Что я поняла, что музыка — это все-таки дисциплина и режимы. Чтобы достичь каких-то успехов, нужно в системе заниматься. Ну, как и в любом другом деле. Ну, да. Но когда ты достигаешь какого-то профессионализма, то уже перед концертом можно не особо распеваться, и так далее. Скажи... Что меня закидают? Нет, 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 нет. С помидорами. Ну, нет, мы-то наоборот восхитились. Ты так спела с легкостью. И я думала, что ты перед этим как-то разогревалась. Вот, что был вопрос. Желательно разогреваться вообще, в принципе. Но иногда можно и не разогреваться. Нужно отметить, что Даша еще играет на скрипке. Играю и преподаю. Вот как раз недавно помогла одному вайнеру записать вайн. Если кто знает, это коротенькие, смешные ролики в интернете, в инстаграме. Есть такой актер, сейчас уже он актер, как позиционирует тебя, Евгений Кулик. Да, Кудрявенький. Да, Кудрявенький. Помогла ему, там сыграла как раз на скрипке. Можете посмотреть, сегодня видео выйдет у него. Скажи, а ты сама сейчас как? Практикуешь часто у тебя? Каждый день чуть-чуть играешь или нет? Ну, я стараюсь, но не каждый день, к сожалению, получается, но я стараюсь. Правда. И как тебе занесло на скрипку? Ну, ведь, в принципе... На скрипку занесло? Да, да. Дети же не всегда любят этот инструмент. Я уже рассказывала эту историю о том, что я увидела и сказала, мама, хочу на этот баян. На этот баян. Да, и как бы меня отдали на баян. Ну вот, и поэтому я играю. У меня с четырех лет занимаюсь скрипкой, и, блин, очень благодарна. Реально, блин, очень благодарна этому, что не было желания потом. Потому что мне кажется, что если бы я занималась какой-то другой, каким-то другим инструментом, или просто вокалами я занималась, я бы не была так хороша, как сейчас. Ну, и то есть именно скрипка. Да, скрипка именно очень сильно развивает и слух, и, в принципе, какое-то мышление, линейное мышление, вот это тянущее, что нотка из нотки должна перетекать нерубленное вот это вот звучание, как у нас... А виланчиль. Виланчиль, я обожаю виланчиль. Я хотела виланчиль, но она была большевата для меня. Большим баяном была. Была большим баяном, к сожалению. Почему классно, что мы сейчас об этом говорим? В канун 1 сентября, когда сейчас некоторые ребята пойдут в музыкальные школы в том числе, то есть пусть выбирают скрипки. Да, выбирайте скрипку, не бойтесь, ваши соседи вам скажут огромное спасибо. Но с другой стороны, слушайте, есть же электрические, наверное, скрипки, которые можно регулировать. Ну, на таких не учатся. Это уже для состоявшихся музыкантов. Это очень тяжело, потому что она не звучит и никак не резонирует. Потому что скрипка, она же как полость, она устроена так, что из нее почему звук? Как гитара и все остальное. Это то, что внутри звук создается. В электрической скрипке и любом другом электрическом инструменте ничего не создается. Ты слышишь себя посредством кабеля вот этого шнура. То есть электронная музыка абсолютно. Ты себя не слышишь, это уже для тех, кто умеет играть. На укулеле умеешь играть? Нет, на гитаре немножечко умею, но на укулеле что-то нет как-то. То есть вы как педагоги музыкальные советуете пойти на скрипку, чтобы, ну, даже если потом в будущем вы будете заниматься вокалом, то есть скрипка это такой, ну, как общепрактики, тренажер. Ну, вообще, я думаю, что на любой инструмент, но лучше, да, фортепиано, скрипка. Фортепиано, ну, я бы, наверное, советовала больше фортепиано в том смысле, что параллельно со скрипкой заниматься фортепиано. Мне кажется, уже даже в эфире «Стране и фортепиано» Так и будет, если будешь заниматься на скрипке, то будет вообще фортепиано. Просто некоторые, допустим, я давала предпочтение именно скрипке, и в этом смысле у меня немножечко, ну, немножечко могло бы больше быть знаний, чем... То есть у меня мышление вот это, оно не гармоническое, оно мелодическое, линейное мышление, к сожалению. Хотя, ну, к какой-то части... Сейчас мы на секундочку отключились, конечно, когда про мышление пошло. Просто дело в том, что есть правая и левая рука, когда ты играешь на фортепиано. Это значит гармония, бас и так далее. И здесь мелодия в правой руке, фортепиано. Значит, сразу два полушария мозга работают, сразу две стороны тебя развиваются, а на скрипке ты играешь только мелодическую линию. Я понял. То есть в шахматы пианиста-скрипача обыграет. Да. Черные и белые все дела. У нас еще один музыкальный подарок от вашего коллектива. Что сейчас мы услышим? Сегодня мы по фильмам, я так смотрю, пройдемся. Саундтреки. Киномузыка. Киномузыка, да. Вот вчера был год российского... День российского кино. Вот как раз. Вот, мы поем зарубежные песни. Мы выбираем только самые хорошие песни, из самых хороших фильмов, поэтому вот песня будет из тоже прекрасного фильма «Убить Билла». Ух ты! Но будет не сурово. Мы хорошо, согласна. Не такая грустная. Итак, мы готовы, друзья. Аплодисменты, занавес. Дайте пленочку, пожалуйста. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Соло АВАДИМ АЗАЙДИНА. ВАДИМ? Ну, не совсем. Нет? Ну, это тромбон все-таки играет. Так, это уже мой косяк. Преподаватели будут. А похоже. А было похоже. Нам все нравится. Дуэль, тромбоны и саксофон. И вот, по-моему, все танцуют. Ох, как-то жгет, жгет, жжет, сжигает, все. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это великолепно, это просто восторг! Что я могу сказать, дорогие друзья? Молчать и кричать одновременно, это супер! Теперь в резюме мы можем с тобой писать не только ведущие телевизионные радиоэфиры, но и участники музыкальных постановок. Вот мне еще очень классно, что у нас эфир такой прикладной получается. Я, допустим, узнала, что на фортепиано полезно играть всем, что мы развиваем два полушария еще. Это же просто наука технология. Еще и нога там присутствует. Да, там еще и две ноги иногда присутствуют, если уж прям супер. И три педали. Три педали, две ноги. Это же очень здорово. Человек в любом возрасте может пойти просто, чтобы развивать себя, свои способности. Да. Не только для профессионального мастерства. Но лучше в раннем. Лучше в раннем, конечно, потому что это понятно, что усваивается лучше, но в целом никогда не поздно. Скажите мне следующее. Значит, завтра концерт. Вот мы сейчас прекрасно с Лизой вам помогли. Получили уже удовольствие. Завтра кто-нибудь из зала, может быть, какой-то счастливчик, удостоится ли такой-нибудь чести? С вами бэнг-бэнг. Тоже подойти к микрофону и бэнг-бэнг, что-нибудь сказать. Можем дать микрофон. Да, мы так и делаем. Делайте, да? Часто бывает такое. Мы только за интерактива. Приходите в восемь вечера, вы, например, будете бэнг-бэнг, а кто-то будет снимать у вас на нужную камеру. Перкуссию раздадим. Да, бывает такое. Здорово. У нас шумелки. Ой, ну мы безумно рады встрече. Желаем, чтобы завтра все прошло просто на ура, был полный, как сказать, солд-аут. Солд-аут. Да, е-е-е. И все кричали бэнг-бэнг, потому что... Ну мы получили невероятное счастье, удовольствие, что вы для нас сегодня спели. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. Вы получили удовольствие от общения с вами. Завтра, друзья, в 16 тоннах. Джаз, Дэнс, Окейс, Роман Гостяк. Приходите. 2-0-0, 29 августа. Будем жечь. Да, лето закрываем. А автографы будете раздавать? Да, везде будем раздавать автографы, где попросите. Все, спасибо огромное. Спасибо. Джаз, Дэнс, Окейс, Роман Гостяк. Спасибо. Пока.